Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение книги «Премудрости» Соломона на библейском портале экзегет.ру. И мы читаем пятую главу. Автор пишет. «Тогда праведник с великим дерзновением станет перед лицем тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его, и, раскаиваясь и воздыхая от стенания духа, будут говорить сами в себе». И далее идет речь, мы сейчас к ней обратимся, но чтобы понять, о чем идет речь, стоит сказать, что в четвертой главе автор показывает, как праведники погибают. Вообще там все начало этой книги говорит о том, что грешники, которые торжествуют в мире, не знают до конца судьбы праведника. И им эта судьба не открыта, и им кажется, что праведник в жизни проигрывает, но Господь на самом деле праведника хранит, и вот такие явные и видимые результаты жизни одних и других, они не должны нас смущать, потому что видимым образом праведник может погибать и как-то страдать, и видимым образом может торжествовать грешник, но на самом деле Господь справедлив, и в итоге восторжествует именно праведник. Вот начало пятой главы, оно как раз именно об этом торжестве и говорит. Единственное, что большую часть этой главы, дальше мы сейчас большую речь грешников прочитаем, то есть здесь торжество праведников показывается через осознание грешниками своего положения и неправости своего пути. Итак, что же говорят грешники? Будут говорить сами в себе. Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчу поругания. То есть мы смеялись над ним и рассказывали про него глупые истории. То есть притчу и поругания, да, такие рассказы о том, как они смеялись, ругались, глумились над ним, над праведником. Безумные. Мы почитали жизнь его сумасшествием и кончином бесчестной. Сумасшествием. Ну, как, наверное, здесь самый лучший пример. Юродивые, которые безумием мнимым безумие мира показали, но и даже не юродствующие. Христиане могут выглядеть как сумасшедшие, когда они не стремятся заработать всех денег, когда они рожают больных детей, когда они не разводятся при первом удобном случае, когда они не берут то, что плохо лежит, не берут взяток, не поступают бесчестно. Да, и кто-то может подумать, что они сумасшедшие, потому что поступают не так, как принято всеми. И вот, значит, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестной, то есть лишенной всякого почитания. Здесь речь бесчестной не идет, в смысле лживая, бесчестной без почести, без почитания. Как же он причислен к сынам Божьим и жребия его со святыми? Итак, мы заблудились от пути истины. Свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие? И что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, не стези дна его в волнах? Или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротой движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему? Или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она? Так и мы, грешники, родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем. И здесь, конечно, вот в этой такой печальной речи грешников нет никакого обвинения, кому бы то ни было. Так может показаться на первый взгляд, когда они говорят, солнце нам не светило, свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас, как будто бы они кого-то обвиняют, да? Или в конце, когда они говорят, и не могли показать никакого знака добродетели, но все-таки они говорят, не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии. То есть они не показывали сами, да? Это был их некоторый внутренний выбор. Они сами ходили вот такими грешными путями, и им некого было обвинять, потому что они с праведником жили в одной и той же жизни, в одном и том же пространстве. Далее продолжает уже сам автор. «Ибо надежда нечестивого исчезнет, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иний, разносимый бурей, и как дым рассеивается ветром, и проходит, как память об однодневном госте». То есть все это, да, он здесь продолжает логику их рассуждений. Они говорят, что они не знают, то есть жизнь их настолько быстротечна и бесплодна, что от нее не остается никакого следа. И надежда нечестивого исчезает, и опять здесь образ праха, ветра, инея, дыма, который рассеивается ветром, и однодневный гость, который прошел своей дорогой, его приютили, накормили, дали ночлег, и он пошел дальше. Конечно, вот сама культура ветхозаветная, культура мысли, культура представления о том, как и где кто получает свое наказание или свои награды, не позволяла еще этим людям говорить полноценно о каком-то посмертном воздаянии или воздаянии после всеобщего воскресения. Здесь мы видим, что все их рассуждения все равно находятся в рамках этого мира. То есть один человек живет, и после него остается добрая слава, остаются его добрые дела, остается то, что он сделал, и наоборот, о злых не остается ничего. Но они так и говорят, что вот, да, умер злой, и никто его хорошим словом не вспомнит. Хотя здесь, конечно, можно было бы поспорить с автором, потому что есть злые люди, которые ходят по путям беззакония и которые в свою очередь становятся притчей во языцах, в свою очередь оставляют после себя такие ужасы, которых помнят десятилетиями и столетиями, которые являются плохим примером, да, примером отрицательным, и говорят, вот не поступай так, будешь как вот такой-то человек. То есть здесь, конечно же, не имеется в виду какой-то известный грешник, потому что и в Ветхом Завете тоже была память грешных людей, о грешных людях, которые как-то, ну, очень плохо себя повели. И в книгах исторических мы встречаем рассказы о нечестивых царях, которые вели себя очень плохо. Здесь скорее речь идет о людях, которые просто прожигали собственную жизнь ради своих удовольствий, ради своего комфорта, ради каких-то увеселений. И они, ну, хорошо, что они не оставили плохой памяти, плохо, что они не оставили хорошей. Они просто пропустили свою жизнь, как песок сквозь пальцы, и действительно от нее ничего не осталось, ни доброго, ни злого. Далее, автор пишет, «О праведнике живут вовеки». И здесь, конечно, намек на, да, все-таки уверенность в вечности человека, в вечности его жизни. «Награда их в Господе, и попечение о них у Вышнего». Вот тоже очень интересно, что их награда, она не описывается, как только земной почет, не только земная добрая память или какое-то, ну, что-то, что хорошо сложилось в жизни. Награда этих людей в Господе. Господь сам оказывается их наградой, Он сам оказывается их целью, общение с Ним и попечение о них у Вышнего. «Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницу и защитит их мышцей. Он возьмет все оружие, ревность свою, и тварь вооружит к отмщению врагам, обличется в броню, в правду и возложит на себя шлем, нелицеприятный суд, возьмет непобедимый щит, святость, строгий гнев он изострит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев». Очень интересное сравнение с воином, когда здесь Бог как раз сравнивается с тем, кто воинствует против зла и неправды. Итак, что же говорит автор? «Он возьмет во все оружие ревность свою». Да, о Боге говорится, что в нем есть ревность. Это ревность с одной стороны на языке человеческом, а Библия написана на человеческом языке, и в ней употребляются человеческие, понятные людям выражения. Она сравнивается с ревностью мужа к жене. И в Ветхом Завете мы знаем, есть упоминания вот таких отношений, как Бог относится к народу, как муж относится к жене. Ревнует, переживает, воспринимает измену народа как измену жены. Эти описания, они довольно часто встречаются в пророческой литературе. Конечно же, когда мы слышим слова ревность, гнев, отмщение, мы понимаем, что речь идет о том, что называется антропопатизмами, то есть приписывание Богу человеческих страстей, страстных некоторых состояний. И поэтому дальше, когда мы сейчас будем говорить о том, что такое ревность, мы должны учитывать, что на самом деле наши слова не до конца описывают наше представление о Боге, мы не можем до конца сказать. Мы употребляем человеческие слова, чтобы нам просто проще было, чтобы нам было проще понять, о чем же здесь идет речь, хотя, конечно, Бога мы в данном случае не описываем, Он выше нашего языка, выше наших описаний. В Ветхом Завете Божья ревность сравнивалась с ревностью мужа к жене, с ревностью верного к неверной. Собственно, Бог так и называет Израиль неверной женой и воспринимает их, воспринимает измену религиозную как измену супружескую. В то же время, во второй заповеди Бог говорит, «Ибо я Бог ревнитель», и Он говорит в отношении нравственного состояния и идолопоклонства возможного израильтян, когда Он запрещает им делать идолов и поклоняться им, запрещает им служить, служить идолам, которые они сделали своими руками, ну и вообще любым идолам на самом деле. И здесь мы понимаем, что ревность Божия, это, конечно, не просто такая же ревность, как у нас, потому что муж испытывает ревность к жене, потому что он часто собственнически настроен и не доверяет ей. Когда мы говорим о том, что Бог ревнует, мы имеем в виду, что Он условно, скажем, переживает о том состоянии, в которое должен, о несоответствии того состояния, в котором должен находиться человек, то есть его предназначение, тому состоянию, в котором он находится. Скажем, ревность о славе Отечества, когда речь идет о том, что Отечество в запустении, и кто-то ревнует, понимая, что Отечество должно быть прославлено, а оно не в том состоянии. Например, когда родитель ревнует о хороших оценках или хорошем каком-то развитии ребенка, понимая, что ребенок, скажем, деградирует, деградирует, тратит время на что-то недостойное и неподобающее, что только расклевает его или приводит его к какому-то такому, ну, недолженному состоянию. И здесь, когда мы видим, что Бог берет во всеоружие ревность свою, речь идет о том, что Бог как Творец знает, какими мы должны быть, и Ему не нравится наше состояние, в которое мы приходим, да, мы как бы деградируем, отказываясь от Бога. И Бог ревнует в том смысле, что Он готов взять нас и вернуть нас в такое наше должное состояние, даже учитывая, что иногда это дается нам болью, некоторой болью, как ребенок расстраивается, когда вдруг его заставляют учиться, заниматься делом, а не просто только развлекаться, как тот, кто ревнует о славе Отечества, начинает какие-то изменения, и людям, которые привыкли вот к такому нравственному разложению, тоже начинают возмущаться и быть недовольными. Вот здесь то же самое. Бог берет во всеоружие ревность свою, то есть Он начинает наводить порядок, Он начинает враждовать против зла, против неправды этого мира. И даже более того, и тварь вооружит к отмщению врагам, то есть как будто бы все творение начинает противиться вот такому безнравственному состоянию этих грешников. Обличется в броню, в правду. Здесь по-еврейски имеется в виду правду Божия, цитака, да, то есть корень цитака, который означал, что Бог знает, Он сам существует так, как должен существовать, то есть Он сам в полноте обладает своей природой. И Он эту правду, то есть то, как должно быть, и праведность, и правду, как истину, и справедливость, и красоту, все это Он берет как броню, облекается как в броню, то есть Он проведен в своих действиях, потому что Он наводит в мире порядок, Он приводит его к тому состоянию, в котором Он должен быть. Возложит на себя шлем, нелицеприятный суд, то есть этот порядок, наведение этого порядка, да, оно будет нелицеприятным, почему? Потому что лицеприятность предполагает нечестность суда. То есть я смотрю на лицо и думаю, ну вот ты, мне нравишься, да, мне нравится твое лицо, вот я к тебе буду добр, а твое не нравится, я буду к тебе зол и строк. А Бог нелицеприятный суд наводит, потому что, потому что речь идет о справедливом таком суде, возьмет непобедимый щит святость. То есть Он сам свят, и в этом своем суде, в этой своей борьбе Он не будет переходить к границе чего-то неполезного, как, знаете, вместо того, чтобы навести порядок, все уничтожить, все разрушить, всем отомстить с лихвой, нет. Он будет это делать, будет это делать так, как это сделал бы святой. То есть не только справедливо, но и с любовью, и с милостью. Строгий гнев Он изострит, как меч, и мир ополчится с Ним против безумцев. Ну, здесь опять же мы видим антропопатизм, то есть приписывание Богу гнева, и даже строгого гнева. Но надо сказать, что в святоотеческой литературе мы не встречаем понимание Божьего гнева в таком же смысле, в каком мы сами понимаем свой собственный гнев. То есть для нас гнев, он связан со злобой, он связан с возмущением, с каким-то таким, с желанием уничтожить, отомстить, исправить, возмутиться внутренне. Вот Бог этих пределов никаких в своем гневе не переходит, и его гнев, он связан с его любовью, он связан с заботой о человеке, а не просто с желанием сделать ему больным. Понесутся, далее автор пишет, понесутся меткие стрелы молнии из облаков, как из туго натянутого лука полетят в цель, и как из каменометного орудия с яростью посыпется град, вознегодует на них вода морская, и реки свирепо потопят их. Восстанет против них дух силы, и как вихрь развеет их. Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние не спровергнет престолы сильных. Ну и речь идет, конечно же, о том, что Бог всеми возможными способами, и для автора того времени эти возможные способы, это природа в первую очередь, будет наводить этот порядок и будет приводить грешников такое состояние, в котором они могли бы раскаяться, в котором они могли бы осознать пагубность своего состояния. Вот мы видим, что в конце, да, последний стих, «Беззаконие опустошает землю, и злодеяние не спровергает престолы сильных». Мы видим, что все приходит в некоторое запустение, и это запустение, как часто это бывает, оказывается точкой, в которой человек вдруг осознает, что, осознает пагубность того состояния, в которое он пришел, в котором он оказался. Вот дай Бог нам со своей стороны к такому состоянию никогда не прийти. Всего доброго. Продолжение следует...